Мама рассказывала, что она была единственной во всем роддоме. Больше не было никого. И в это время, как раз, когда я должна была появиться на свет, все убежали слушать радио о капитуляции Германии. Все радостные были. Самое главное, все точно знают, сколько мне лет. И ничего уже не сделаешь. Куда там с этим женским кокеством тот самый случай, когда возраст скрывать бессмысленно. И не только потому, что дата, совпавшая с днем рождения, уж слишком знаменательная, а просто выглядит Ольга Александровна прекрасно. В таких случаях, когда 70 лет исполняется, обычно говорят, за плечами достойная жизнь, пройденный путь. А тут хочется сказать про эту пару, прогуливающиеся по аллее любви у Кремля. Спасибо, что вы есть. И вы пример для всех. Пример семьи, мира и счастья. Честно, на них просто хочется любоваться. Оба врачи, онколог-рентгенолог, инфекционист-рогастроэнтеролог, интеллигенция. Дюдт хватас. А ли шо? Дюдт хватит. Дюдт хватит. Себе, за себе. Одну трофей. Они свободно говорят на французском и признаются, что иногда в транспорте, например, перекинутся фары фраз не на родном русском. Если что-то хочется сказать по секрету, все вокруг подозрительно смотрят. Удивительно, но за столько лет семейной жизни в Бокареву сохранили ту нежность отношений, которые и в первые дни влюбленности встретишь не всегда. Во время интервью он все время будет переживать, не замерзла ли его Ольга, не устала ли, не пора ли присесть. А Ольга Александровна будет говорить, что я надел сегодня каблуки, будто мне не 70. Чтобы Анатолий Александрович не волновался, мы будем все время присаживаться и отдыхать на лавочке. Да, французский язык они выучили в командировке в 82-м. Лучших врачей Советского Союза тогда по программе обмена специалистами направили в Алжир. Ольга Александровна в Африке работала педиатром, ее очень любили дети. Как ты говоришь? Хельфа мук! Он просто рот открывает, и все, и потом уже начинает ее трогать там, за это. Все, а у нее брови густые такие. И все, они жаробчатые, симпатичные ребята такие. Когда вернулись домой в Нижней, в 85-м, Ольга Александровна продолжила работать в областной онкологической больнице. Специалист по лучевой терапии. На ее счету сотни, а может и тысячи спасенных жизней. Она много расскажет нам случаев чудесного исцеления из своей практики, когда опухоли исчезали, когда, казалось бы, самые безнадежные больные вставали на ноги. Как приятно бывает, когда наступает великолепный эффект, когда человек от тебя уходит практически здоровым, и когда ты его выписываешь на работу, и потом встречаешь его на улице, и то, Александр, вы помните, 8 лет назад я у вас лечился, а то 10 лет назад. Это необыкновенные ощущения. Мы встретились с Бокаревыми за два дня до праздника Победы. Обычно 9 мая собираются всей семьей, дочкой и внучкой, идут на парад, и уж потом собирают гостей дома, празднуют день рождения. А он ей всегда дарит цветы. Так Анатолий Александрович нам ответил на вопрос. Видимо, чтобы прибавить романтики. А Ольга Александровна все разбавила прозой. На такой милой прозе сейчас все будут завидовать. Ну да, ты идешь и покупаешь. Ну что, тебе нравится для меня? Вот он хочет, например, мне купить вот это. Он идет и покупает. Три кофты, туфли, сапоги, Апфель. Да. Какой подарок будет на этот раз, Анатолий Александрович не сказал. Наверное, снова три кофты. Ксения Дориновина, Биг Байф, Объективно, ННТВ.